Термопластик. Существует несколько технологий нанесения дорожной разметки. Одна из них – применение специального термопластика. В исходном виде он представляет собой сыпучую смесь, которая транспортируется в мешках. Чтобы термопластик принял подходящее для маркировки дороги состояние, его расплавляют. Рабочая температура составляет 190-210 градусов Цельсия. Для нанесения разметки выбирают погожий день. Важно, чтобы дорога была сухая. Предпочтительно очистить ее от грязи, пыли, песка и масел. В данном случае продемонстрировано, как термопластик наносят на дорогу специальным разметочным ручным аппаратом. Состав загружает бункер, работа ведется по принципу волочильного ящика. Из бункера термопластик стекает на дорогу. Ширина и форма разметки регулируются оператором. Примечательно, что во время работы термопластик не должен остывать, иначе он теряет свои свойства. Именно поэтому в нижней части аппарата находится газовая горелка, которая поддерживает рабочую температуру. У подобного способа нанесения есть множество преимуществ. Аппарат компактный, обладает небольшим весом, им легко пользоваться и управлять. Работать можно даже в стесненных условиях. Время затвердевания состава после нанесения составляет всего 20-30 минут. Термопластик из носа стоек остается на дороге до года, даже если эксплуатационная нагрузка высокая. Тубок трасс Чтобы повысить прочность тротуарной плитки, упростить процедуру ухода за ней, а также повысить эстетичность, используют специальные смеси для затирки. В данном случае показана продукция немецкой компании QuickMix. Материал продается в виде порошка, который затем смешивается с водой. Существует довольно большое количество разновидностей растворов. При выборе учитывается материал, которым вымочен тротуар, а также ширина швов. Растворы и затирки для заполнения швов в жидком состоянии представляют собой пластичную легкую в нанесении массу с минеральным составом. После высыхания она образует чистое и натуральное покрытие. Материал устойчив к перепадам температуры и деформациям. Кроме того, некоторые составы обладают хорошими водопоглощающими свойствами. В таком случае на поверхности тротуара реже будут образовываться лужи. Перед нанесением раствора поверхность брусчатки сильно увлажняют. Раствором, который показан в видео, можно заполнять швы шириной от 5 до 20 мм и глубиной до 30 мм. Раствор необходимо распределить по всей поверхности брусчатки. Затем используют резиновый скребок, чтобы тщательно зашламывать швы. Примечательно, что раствор разработан таким образом, чтобы иметь оптимальную консистенцию, поэтому его не нужно дополнительно уплотнять и утрамбовывать. Смесь распределяют до тех пор, пока на поверхности не остается тонкий слой. На схватывание отводится от 30 до 90 минут, после чего поверхность очищается. Раствор остается в швах, долгие годы удерживает брусчатку на месте и препятствует прорастанию растительности. RS-12 Перед вами распылительный робот. Производством подобных занимается австрийская компания «Геркулес». Он предназначен для нанесения на дорожные покрытия полиуретановой пены, гибрида полимочевины и полиуретана. Это изоляционные материалы, которые образовывают на поверхности дороги прочный защитный слой. В результате обработки дорога приобретает устойчивость к агрессивным химическим средам, повышенную адгезию и эластичность, увеличивается износостойкость и снижается водопоглощение. Распылительный робот RS-12 позволяет наносить состав быстро и равномерно. Скорость движения, а также горизонтальная скорость нанесения регулируется, чтобы гарантированно удовлетворять актуальным требованиям. Рок-н-роллер Брусчатка представляет собой красивое износостойкое покрытие, однако стоимость устройства тротуарной дорожки довольно высока. Залить дорогу бетоном прочее дешевле, но такая поверхность уступает брусчатки по эстетике. Чтобы решить эту проблему, был придуман штампованный бетон. Техническими и эксплуатационными характеристиками он не отличается от стандартного бетона. Создается просто и быстро. Прежде чем бетонная дорога засохнет, на ее поверхность наносит рельефный рисунок, который имитирует рисунок брусчатки. Способов нанесения рисунка существует множество. Один из них – рок-н-роллер. Это специальный ролик для текстурирования. Производством занимается американская компания Marshalltown. Он позволяет быстро наносить на поверхность бетона любой рисунок. Насадка ролика имеет сменную конструкцию и определяет, какая в итоге получится поверхность. Level Fix LF В декоративном ландшафтном строительстве, прежде чем укладывать тротуарную плитку, нужно сделать стяжку, а перед этим точно и равномерно распределить материал по всей поверхности. Level Fix LF от немецкой компании Probst представляет собой универсальный ручной профилировщик, с помощью которого можно максимально быстро распределить даже огромное количество материала. Level Fix LF – это легкое и простое в использовании приспособление на крупных колесах. Оно подходит для выравнивания грядок для посева, подготовки газона, в короткие сроки позволит распределить щебень, гравий и даже создать из них дорожки. Примечательно, что колеса имеют прорезиненную поверхность, благодаря чему практически не оставляют после себя следов. Производитель предлагает несколько похожих моделей. Рабочая ширина варьируется от 700 до 3100 мм. Высота колес регулируется, чтобы работать можно было даже в стесненных условиях. Из-за небольшого веса, от 22 до 42 кг, профилировщик очень маневренный. Чипфил. Не всегда есть возможность быстро и своевременно устранить повреждения на поверхности дороги. Это плохо, так как из-за постоянного движения повреждения с каждым днем становится все больше, и, следовательно, стоимость починки растет. Чипфил – это система термопластика для ремонта дорог. Она представляет собой оптимальное временное решение. Время ремонта ямы или трещины с ней не превышает 20 минут. Привлечение громоздкой и дорогостоящей техники не требуется. При этом чипфил препятствует увеличению трещины или ямы и попаданию внутрь воды, а значит, снижает затраты на ремонт дороги. Система использует для заделки поверхности термопластик. Разработана она для эффективного устранения повреждений, диаметр которых не превышает 5-20 см. Примечательно, что чипфил может использоваться в любое время года. Сначала яма или трещина очищается с помощью жесткой щетки. Затем место ремонта нагревается газовой горелкой. После наносится слой материала. При нагревании он плавится, становится жидким и эффективно заполняет отверстие. Юнимобиль UMVC 140 А вот другое оборудование, способное значительно упростить и ускорить устройство мощенной дороги. Юнимобиль UMVC 140 представляет собой базовый модуль тележки для укладки плитки. Он оборудуется аккумуляторным вакуумным устройством, после чего способен поднимать плитку из непористых материалов, например, из бетона или натурального камня. Примечательно, что оборудование захватывает плитку при помощи вакуума, даже если поверхность неровная. Присоски могут иметь различные размеры формы, чтобы укладывать можно было любую плитку. Таким образом, человеку не нужно самостоятельно переносить плитку с одного места на другое. Переноска осуществляется с минимальным приложением усилий. Кроме того, Юнимобиль UMVC 140 позволяет производить плотную укладку, а еще с его помощью можно легко извлечь уже уложенную плиту. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!